Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания к Тимофею, святого апостола Павла, глава третья, стихи с первого по тринадцатый. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не биться, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не срабролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не коростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надо бы прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать дослужение. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь продолжает указывать нам на первое послание к Тимофею для чтения. Мы продолжаем читать это пастырское послание. Пастырское, потому что мы здесь видим именно советы более не богословского характера, а более, если можно так сказать, можно поделить на различные богословия, как в академической программе Духовной Академии есть нравственное богословие, есть апологетическое, основное, догматическое богословие. То есть здесь пастырские послания, они затрагивают большую сферу именно нравственного богословия. Показывая, как совершать в практической жизни дело своего спасения и как руководить Церковью. И вот что говорит апостол Павел. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Действительно, нет ничего зазорного, если у человека есть талант управления, если у человека есть вера в Бога и понимание, как лучше и вернее устроить общинную жизнь в Церкви, то нет ничего зазорного, если он стремится к этому именно служению, не к привилегии, а к служению. Но такой человек при своем желании должен понимать, что от него требуются определенные характеристики. И вот об этих характеристиках человека, желающего стать во главе общины, говорит апостол Павел в сегодняшнем отрывке. Но епископ должен быть не порочен одной жены муж. Нужно понимать, что епископы, как преемники апостолов, не сразу стали жить в том чине, в котором живут сейчас. То есть сейчас, чтобы стать епископом, нужно быть постриженным в монахе, по крайней мере, в русской православной церкви. Это путь такого самоотречения, потому что невозможно в полной мере и нормально, адекватно заниматься с семьей, если у тебя в подчинении есть епархия или ты там векарный епископ. То есть это такое служение, которое подразумевает полную, тотальную, 24 на 7 отдачу своему служению. Без нормированного рабочего дня, без каких-либо привилегий нужно служить. Никакая семья не сможет выдержать такого темпа, поэтому с течением времени, когда церковь разрасталась и стало очевидным, что епископ, выполняя свои епископские обязанности, административные, духовные обязанности, не может, не то что содержать, не может жить с семьей так, чтобы семье не был нанесен ущерб. Со временем было принято решение, что епископ должен быть не женат. Но в первые века христианства, когда церковь еще была небольшая, и епископ мог совмещать свое служение с браком, это сохранялось. И критерия был один. Это должен быть первый брак, как пример безошибочности и пример смирения и умения руководить сначала малым коллективом, малой церковью, то есть семьей, а затем и большими масштабами. Он должен быть трезв, целомудрен, благочестен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не биться, не сварлив, не крестолюбив, но тих, миролюбив, нестребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании и со всякой честностью. Такой добрый пример хорошего христианина нам здесь вырисовывается. То есть нрав человека обрисовывается, его привычки, его неподверженность страстям, его умение расположить в себе людей и управлять, руководить ими. То есть детей, содержащие в послушании и со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепечить о церкви Божией. В принципе, здесь все понятно, логично, здесь нет какого-то высокого богословия, но здесь нравственное богословие, здесь есть зависимость. Зависимость управления церковью от твоего внутреннего устроения, от твоего внутренней способности противостоять страстям, различным. Не должен быть из новообращенных, тоже логично, чтобы не возгородился и не подпал осуждению с дьяволом. То есть очень важно, чтобы новоначальный человек, который недавно, год-два находится в церкви, не получал такой власти, потому что очень важен в этом служении, в пастырском служении важен опыт, в который ты постепенно возрастаешь. Ты не можешь сразу получить, так сказать, вот этот опыт, из книжек его не вычитать. То есть постепенно тебе приходит опыт духовной жизни, в который ты вырастаешь. Почему? Потому что новоначальный может не справиться с какими-то искушениями, с какими-то трудностями, став лицом к лицу с этими искушениями именно в том чине, в котором предлагается, то есть епископском. Когда ты мирянин, ты по-другому это все воспринимаешь, менее болезненно и меньше искушений приносишь. Но будучи уже епископом, ты можешь очень сильно оступиться, впасть и в гордость, и в различные грехи, поэтому новоначальный не должен быть допущен до такого служения. Поначалу. Належит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания сеть дьявольскую. Действительно, молва не должна нести ничего дурного о тебе. Понятно, что есть злые языки, понятно, что есть противостояние, но в целом ты не должен иметь славу человека, не отвечающего критериям, которые были прочитаны выше. Далее говорится о деканах, потому что то, что идет речь о епископах, это в равной степени тогда распространялось и на священнослужителей, на самом деле. Как и сейчас, в большей степени то, что мы читаем, это относится прежде всего к священникам, которые несут пастырские свои обязанности на приходах. Далее идет о деканах. Должен быть честен, недвоязычен, непристрастный к вину, некоростолюбивый, хранящий таинство веры в чистой совести. И таких надо бы на прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. И как вывод всего этого, практического наставления, «Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа и Иисуса». Действительно требуется, я не скажу, что здесь какие-то сверхъестественные предъявляются требования к клиру, к тем, кто готовится быть пастырями, но в то же время, конечно же, это все в совокупном служении нужно и необходимо поддерживать и соблюдать во все дни своей жизни. На самом деле, во многом это относится и ко всем нам. Мы должны быть такими, ибо, как сказал апостол Петр, «Вы, царственное освященство, народ святой, взятый в удел». В этом смысле мы все призваны освящать этот мир. Поэтому ни тени греха не должно быть в нас, мы должны с ним бороться, освящать свое естество молитвой и покаянием. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с его страницей обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова